День Святого Валентина уже стал одним из самых успешных праздников в коммерческом плане. Римский священник, обезглавленный почти 2000 лет назад, сейчас превратился в популярный бренд. Никто уже и не вспоминает, что дата по сути трагическая и связана не с надувными шариками в форме сердечек, а со смертью человека. Впрочем, католическая церковь против праздника ничего не имеет. То, что мы празднуем годовщину его смерти, то не означает, что если день очень ужасный, он покровитель влюбленных. А вот православные священнослужители относятся к празднику более настороженно. Легенды приписывают Святому Валентину и тайное венчание влюбленных, хотя на самом деле обряд появился значительно позже его смерти, и исцеление слепой девушки, и многие другие подвиги. Однако в церковных христианских рукописях об этом ни слова. Это уже достаточно древнее празднование этого праздника, и оно восходит в языческую эпоху. В язычестве этот праздник назывался праздник в честь плодородия, чадородия и необузданной любви. Таким образом, всем легендам о подвигах во имя влюбленных, Святой Валентин обязан тем, что дата его смерти совпала с языческим днем плодородия. Поэтому Православная Церковь рекомендует, если уж хочется поздравить свою вторую половинку, почитать следует все-таки наших святых. 8 июля, если мне не изменяет память, празднуется День Святых Петра и Февронии. Но наш праздник популярностью похвастаться не может. У него нет специфических традиций, да и появился он всего 7 лет назад. К тому же отличаются праздники и по своей сути. 8 июля – День Любви, Семьи и Верности, и отмечается именно супружескими парами. В то время как 14 февраля чувства могут проявить все желающие. Правда, за это придется заплатить. Популяризация Дня Святого Валентина началась примерно в 19 веке и изначально имела коммерческую подоплеку. Получился своего рода праздник торговли. Он быстро стал популярен. И теперь 14 февраля влюбленные во многих странах скупают миллионы сувениров в форме сердец. В итоге высокие чувства людей стали источником еще более высокой прибыли. В России в последние годы праздник также стал популярным. Однако в этом году кризис заставил влюбленных быть скромнее в выражении своих чувств. Подорожали материалы, из которых мы делаем наши изделия. Естественно, приходится цену немного повышать. А в связи с тем, что люди ходят достаточно малым количеством наличных, им невыгодно покупать по завышенным ценам товар. Тем не менее, многие влюбленные в нашем городе все-таки не стали совсем отказываться от подарков. Пусть кризис и заставляет затянуть пояса. Правда, предпочтение тверетяне в этом году отдают безделушкам, статуэткам, свечкам, брелкам. То есть всему тому, что не нужно, но зато стоит недорого. Вот у меня даже с сердечками были кошечки, брелочки с сердечками. Покупают. И даже не только молодые, даже и взрослые. Вот мужчина пришел и говорит, мне кошечку с сердечком. Я хочу своей жене подарить. Покупают за 200 рублей, за 100 рублей. Но мне кажется, они в цене дела. И все-таки праздник День Святого Валентина свою цену имеет. И уже стал одним из самых выгодных дней в году для торговли. Покупая дешевые безделушки, которые, вероятнее всего, через несколько дней окажутся в мусорном ведре, люди уже не вкладывают в эти подарки особенного значения, а лишь отдают дань модной традиции. Между тем, неумолимая статистика говорит о том, что число разводов в нашей стране растет так же быстро, как и количество проданных сердечек на День Святого Валентина. Светлана Маркина, Максим Андреев, РЕН-ТВ, Пилот.